Всем салют, сегодня мы поговорим о самых свежих трансферах НХЛ. Знаю, что вам не хочется копаться в тоне новостных материалов, вычисляя где фейк, где нет, да и поток информации огромен. Поэтому я все сделал за вас. Сегодня мы поговорим о двух самых интересных переходах, которые уже получили официальное подтверждение от руководства клубов и лиги. Поговорим о причинах переходов, рассмотрим, как это повлияет на чемпионские амбиции и перспективы команд, участвовавших в обменах. Если вы хотите больше подобного контента, то прошу лишь одного подписаться на канал, это очень поможет его развитию. Ну а мы начинаем. Первое, о котором хотелось бы поговорить, это Джейк Генсен. Уже настоящая легенда Питтсбурга, Джейк это тот человек, кто на протяжении 8 сезонов отдавал пингвинам всего себя. Гюнцелл был одним из немногих ярких пятнышек в текущем составе Питтсбурга. А учитывая то, что Кросби и Малкин годик-другой, да и закончит свои легендарные карьеры, Джейк мог стать даже капитаном команды. Выбран Питтсбургом он был в третьем раунде под 77 номером драфта НХЛ 2013 года. В активе Гюнцелла это 219 шайб и 247 передач, в 503 матчах регулярно чемпионата. В его активе также 58 очков в 58 матчах плей-офф Кубка Стэнли. В том числе он помог пингвинам выиграть Кубок Стэнли в 2017 году. Так почему же этот переход случился? Причины две. Это пятилетний контракт на 30 миллионов долларов, средняя годовая стоимость которого составляет 6 миллионов. Он подписал с Питтсбургом его еще 27 декабря 2018 года, и по окончании сезона 23-24, то есть текущего, Джейк мог стать неограниченно свободным агентом, и боссы клуба были обязаны предложить ему зарплату побольше. В свою очередь руководство прекрасно понимали, осознавали, что не могут сделать предложение, которое будет действительно Джейка устраивать, и поэтому переход такой и был возможен. Плюсом, Питтсбургу давно про омолаживаю состав, ведь средний возраст игроков клуба составляет вообще безумные 30 лет, там даже ближе к 31 году. Таких цифр я, честно, давно не видел. Я думаю, именно из-за этих двух причин выбор и остановился на Джейке. Вот что об этом переходе сказал сам генеральный менеджер пингвинов Кайл Дубос. Решением обменять Джейка Гюнсела стало одним из самых трудных решений за время моей работы в менеджменте. В мой первый сезон в пингвинах стало совершенно понятно, почему Джейк так много значит для своих партнеров по команде, организации и города в целом. Его боевой дух, упорство и страсть в сочетании с талантом стали частью величайших моментов в истории клуба. Джейк абсолютно заслуженно стал любимцем болельщиков. Также свой комментарий дал капитан клуба Сидни Кросби. Он отличный игрок, отличный товарищ по команде. Я думаю, что он сделал все, что мог за время своего пребывания здесь. Это была просто привилегия играть с ним в течение того времени. Отличные воспоминания. Мы подошли к самому интересному. Какие были условия для такого громкого обмена? Каролина получает Джейка Гюнсела и защитника Тая Смита. Кто это? Смит за основу Пизборга, можно сказать, не играл, но зато показывал действительно классную игру в Ахилл. А также успел провести два сезона за Дэвилс, где набрал 43 очка в 114 матчах. Всю статистику Тая в Ахилл вы видите сейчас на своем экране. Плюсом Смит регулярно привлекался в сборную Канады на молодежном уровне. Ему всего 23 года, так что игрок обладает определенным потенциалом и перспективами развития. И еще может раскрыться в Ахилл в своем новом клубе. Пингвинс же, в свою очередь, получает нападающих Майкла, Бантинга, Вилли Койвунина, Василия Пономарева и Круза Луциуса. А также условный выбор во втором и в пятом раунде драфта Ахилл 2024 года. Плюс 25% зарплата Гюнсела останется в платежной ведомости Пизборга. Бантинг набрал 36 очков в 60 матчах за Каролину в своем первом сезоне в составе клуба. После подписания 1 июля трехлетнего контракта на сумму 13,5 миллионов долларов. 20-летний Койвунин был выбран во втором раунде под 51 номером на драфте Ахилл 2021 года. В его активе 55 очков в 57 матчах за Карпаты. Василий Пономарев выбран Каролиной во втором раунде под 51 номером на драфте Ахилл 2020 года. Набрал 2 очка в двух матчах НХЛ в этом сезоне. Про этого 20-летнего игрока мы делали целый отдельный видеоролик про старт его карьеры, про то, как он получил свои первые шансы в НХЛ, как играл в Ахилл. Обязательно посмотрите его по подсказке в правом верхнем углу. Вот сейчас она появилась или по ссылке в описании. И перейдем к последнему игроку, который получил Питтсбург. Это 19-летний Люциус. Он был выбран в четвертом раунде под 124 номером на драфте Ахилл 2022 года. Какие итоги этих обменов? Мне кажется, каждый клуб получил то, что хотел. Питтсбург – молодую и перспективную молодежь, а Каролина – усиление под плей-офф. Правда, Питтсбург сами рискует пропустить игры на вылет, как будто этим обменом они говорят «да нам уже пух». Хотя шансы еще определенные есть. Теперь кратко пробежимся по второму и даже более хайповому обмену для российской аудитории так точно. Это Владимир Тарасенко во Флориде. Оттава удержала половину зарплаты нападающего, а взамен получила выбор в четвертом раунде драфта 2024, который может стать третьим пиком, если Флорида станет обладателем Кубка Стэнли. И также они получили выбор в третьем раунде 2025 года. Не самая такая дорогая цена за один из самых ценных лотов на рынке. Видео о том, почему вообще этот обмен стал возможен, о том, почему Тарасенко стал менять клубы как перчатки, также есть на этом канале, обязательно знакомьтесь. Я оставлю ссылку в описании, также в верхнем углу сейчас появилась подсказка. Так что, если вам интересно, обязательно переходите. А теперь я кратко чуть расскажу, почему вообще так случилось. В Сатулуисе Владимир не чувствовал поддержки от руководства. В связи с его последними травмами, а также, как рассказывали американские журналисты, у Тарасенко были проблемы с некоторыми кроками в раздевалке. После чего и последовал его сначала краткосрочный такой вояж в Нью-Йорк, а после этого уже в Оттаву, в Канаду. Первыми о том, что Тарасенко снова могут обменять, уже в этом сезоне сообщило издание Оттава Citizen. А затем эту информацию подтвердил журналист Sportsnet Адам Вингом. Он назвал россиянина игроком, который не совсем способен решать исходы матча, а также, скорее, является дополняющим хоккеистом. Как я вижу перспективы этого обмена, Владимир правонападающий. А как раз эта позиция у Флориды в первых двух спиньях занята. В первом это Сэм Райнхард, который является вторым снайпером в Сиэнхэлл после Остана Мэттиса, и Мэттью Тукачуком, который играет во втором звене. Он является душой этой команды, а также вторым бомбардиром самих Пантер после того же Райнхарда. Получается, что либо Пантерам придется тасовать первые два звена, жертвуя результатами, так как по началу, точно по началу, будет так называемая прийти. Либо Тарасенко осознанно едет в команду, где он займет место в третьем звене, а также будет закрывать вторую спецбригаду большинства. У вас не появилось такое дежавю? Ситуация выглядит точь в точь, как бы это было в Атаеве, где нападающий получал по 12-м 14 минут за матч. Доедал, если так можно сказать, большинство после лидеров и не мог раскрыться на полную. Хотя в последних матчах уже более-менее очки набирал на самом деле. А выводы, как говорится, делайте сами. По мне так переход Тарасенко выглядит сомнительно. Хоть и можно зацепиться за еще один кубок Стэнли, но как небольшой такой перезапуск карьеры и возвращение на лидирующие позиции, он не катит именно сам обмен, как будто не способствует этому. Обмен между Каролиной и Питтсбургом показался мне очень интересным, где выиграют оба клуба, как я уже сказал, ураганы на короткой дистанции, тем, что могут крепиться под плей-офф текущего кубка Стэнли, а пингвины чуть на более длительной дистанции, но скорее всего выиграют от этого перехода, потому что получили. И молодежь, и драфт, и пики довольно интересный на самом деле обмен. Я думаю, будет очень интересно. А мы будем следить и максимально оперативно готовить для вас видеоролики на все различные темы, касающиеся нашей любимой игры хоккей. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем больше хоккея. Это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.